Здравствуйте, как дела? Я Мэтт Уотсон из Карвау. Я за рулем нового Volkswagen ID.4 GTX, это спортивный в модельном ряду. И мы устроим драг-заезд с Ford, Mustang, Mach-E с двумя моторами, это которые средние в модельном ряду, а также с Kia EV6 с двумя электромоторами. Этот тоже средний. Проверим, кто быстрее проедет четверть мили с места. Сперва об этом ID.4 GTX. У него электромотор на передний, электромотор на задний, оси, совокупная мощность 300 лошадей, момент 470 ньютон-метров, снаряженная масса 2,2 тонны, стоит около 50 тысяч фунтов. У Ford Mustang Mach-E, опять же, по мотору на каждой оси, совокупная мощность 350 лошадиных сил, 580 ньютон-метров момента, снаряженная масса тоже где-то 2,2 тонны, стоит 61 тысячи фунтов. Однако дешевле всех тут Kia, она стоит 48 тысяч. Опять же, мотор спереди, мотор позади, вместе выдают 325 лошадей, но при этом 605 ньютон-метров момента. А еще это самое условно легкое авто из всех, его снаряженная масса в районе 2,1 тонны. Чтобы сравнить характеристики всех авто, поставьте видео на паузу. Ну что ж, довольно, если вы на нас еще не подписались, сделайте это и включите уведомления о новых выпусках, так вы точно не пропустите ни единого клевого заезда. Ну начнем? Погнали. Обычно в начале мы устраиваем саундчек, ПДМ оборотов, оцениваем это дело, бла-бла-бла-бла-бла. Но у нас 3 электромобиля, поэтому попросим наших монтажеров добавить какой-нибудь звук к каждому авто, который на их взгляд подходит лучше всего. Ладно, теперь минутка рекламы. Если вы живете в Европах и хотите купить электромобиль, изучите интересные варианты на сайте Carvao, вы сразу увидите, сколько вы сэкономите при покупке интересующей вас модели. Чтобы это сделать, вы можете пройти по соответствующей ссылке в описании, либо позже вбейте в гугл «Помоги мне, Carvao, я со своей командой помогу вам подобрать идеальное авто по привлекательной цене». Ну ладно, приступим. Начнем заезд. Три, два, один. У-у-у, стартовали ноздря в ноздрю все трое. Мощность зарешала, а хотя нет, ведь побеждает Кеа. А я потихоньку отстаю. Так, на мой взгляд, тронули мы все почти одинаково, а затем Кеа начала уходить в отрыв, а я начал отставать от остальных. Ты со мной согласен, Мак-И, середнячок? Ага, Мак-И был колбаской в бутерброде между Киа и Фольксвагеном. Строго посередине, одинаково впереди, одинаково позади. Мне кажется, лучше и не скажешь. Так как я люблю унижения, решил повторить заезд. Посмотрим, вдруг меня унизит еще раз. Думаю, это немаловероятно. Три, два, один. Опять же стартанули ноздря в ноздрю, да, собственно, я не отстаю от Мак-И. Но ненадолго. Всем пока. Блин. Ну тут, мне кажется, все ясно. Повторять больше не будем. Итак, каковы же результаты? Победила Киа, проехав четверть мили с места за 13,6 секунды. Форд проехал за 13,9, а Фольксваген пересек финиш последним за 14,3. Теперь погоняемся сходу с 50, посмотрим, какой авто быстрее пройдет полмили. Начну отсчет. Приготовились? Три, два, один. Пошел. Оу, подхватывает хорошо. Меня сделали. Ну, хоть не так плохо, как в драге, хотя... Не, точно так же. Ах, божечки, беспардонно отстал. Учитывая, что это самый быстрый Фольксваген АД4, а те Мустанг Мак и ИКИА ВИ-6 типа середнячки модельного ряда, как-то разочаровывает эта машина. Теперь погоняемся сходу с 80 до полумили, посмотрим, что будет. Начну отсчет. Три, два, один. Пошел. Должен сказать, подхватывает отменно. Я опередил Мустанг. Впрочем, он меня догоняет. У нас цели мне его сделать на полумиле? Не думаю. А ведь так близко. Явная победа Киа, очередная. Но, Мустанг! Чел, я тебя едва не сделал. Да, сейчас ехали ближе всего. Поначалу ты держался нормально, начали вровень. Но я не дал тебе победить, Мэтт. Уверенно пошел вперед. Да, лишь второе место, но зато не третье. Так ведь? Да, зачастил я с третьим местом. Может, дальше будет лучше? Так, проверка торможения со 160. Посмотрим, какое авто остановится раньше. У нас будет еще проверка торможения, но необычная. Так что дождитесь, не вырубайте. Это пока обыкновенное. Я так понимаю, что я встал раньше Мустанга, верно? Ну, может, на полшишечки. Но Киа победила меня. Да, причем заметно. Мне кажется, ты ближе к Мустангу, чем ко мне. Ясно, сейчас победила Киа, второй Фольксваген, последний Мустанг. Но давайте устроим еще проверку торможения, весьма уместную для электромобилей. Ну что, последнее испытание. Устроим проверку рекуперативного торможения со 160. Убираем ногу с акселератора, не тормозим сами и проверим, какое авто остановится раньше. Ну что, поравнялись? Я начну отчет. Три, два, один, убрали. Чувствую, как заряд возвращается обратно в батареи, и заодно вижу, что Киа и тут побеждает. Борьба между мной и Мустангом, и вроде бы я уже подторм... Ааа, нет! Ааа, я и тут продул, придется воспользоваться обычными тормозами, а то еще съеду с полосы. Ааа, блин! Да, разрыв огромный, я продул с треском. Надеюсь, выпуск вам понравился, если да, обязательно подписывайтесь на нас и включайте уведомления, чтобы ничего не пропустить. Нажмите на окошко, если вы, чтобы посмотреть еще видео, либо на значок по центру, чтобы перейти на страницу со сравнительными результатами всех наших драк заездов. Спасибо за просмотр.